По версии интернет-издания, газеты РОССОЧИ выигрывает у Крыма уже на старте курортного сезона. Заполняемость отелей выше на 30%, а цены ниже примерно на столько же. При этом тысячи гостей решили отправиться в Сочи на автомобилях, поэтому и транспорта на улицах становится заметно больше. При этом сами горожане, по словам мэра, далеко не всегда выбирают альтернативные пути объезда, а стремятся прокатиться именно по центру, причем даже тогда, когда их путь лежит из Лазаревского района в Адлер или Красную Поляну. В итоге многие улицы курорта замирают в пробке. С 8 до 10 утра надо в обязательном порядке сбрасывать весь транспорт с улицы Виноградной, направлять через дублер. Пусть едут на дублер. Людей надо приучать к этому. На совещании отметили, что возможность прокатиться комфортно и с ветерком у туристов и самих жителей должна быть во всех районах города, в том числе и в Лазаревском. Именно туда гости курорта отправляются отдыхать на природе и посещать экскурсии по достопримечательностям. Кстати, идеальным благоустройством объектов показа еще несколько дней назад здесь похвастаться не могли. Облагородить внешний вид любимых туристами чайных домиков и популярных 33-х водопадов обещают к концу этой недели. А вот местные предприниматели уже меняют стиль работы под запросы крупных туроператоров. Вот, кстати, Библиоглобус. Что интересно, зашел новый туроператор, у него абсолютно другие требования даже по сравнению с нашими туроператорами. Он не заключил ни одного договора, даже не стал возить на водопады своих людей, пока они сделали лицензии со страховками на машину. Это заставило, опять же, наших предпринимателей подтянуться, документы сделать, кого-то туалет отремонтировать, сертификат получить. Не менее важной темой совещаний стали недополученные бюджетом города финансы. 238 миллионов предстоит взыскать с тех, кто не платит аренду за землю. Договоры с должниками расторгают, однако от расплаты это их не освобождает. Ну а изъятые участки уже приносят пользу городу. Те участки, которые мы все-таки уже вернули в казну и в работу для торгов включили, в настоящее время уже передали департаменту архитектуры, они уже занимаются, подбирают наиболее эффективный способ использования дальнейшего. К тому же на курорте работают десятки крупных предприятий, причем довольно успешно. И платить налоги они в состоянии, но проблема в том, что многие из них зарегистрированы в других городах и, соответственно, все отчисления идут туда. Относительно недавно этот вопрос решился наконец с Моримолом. Теперь торговый центр зарегистрирован как юридическое лицо в Сочи, а это дополнительные 70 миллионов рублей налогов в год. По итогам работы судебных приставов в этом году уже сейчас в бюджеты всех уровней поступило более 220 миллионов рублей. И эту работу будут продолжать по поручению главы курорта, администрации города и судебные приставы объединяют усилия по сбору средств в местную казну. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.